Эта белая коробочка будет обсуждаться еще большое количество времени по двум причинам. Первое это то, что это прекрасный выбор для новичка. И второе это то, что данная консоль отстает технически от более мощных версий, якобы может не дожить до конца поколения. С вами как всегда Джамбо Макс и в этот раз я вам в который раз буду пояснять за Xbox Series S, поэтому присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий видос и чай поставьте, ладно? Со временем к той или иной консоли иногда бывает разное отношение. Сначала ее считают говном, потом нечто грандиозным, и отчасти такая вот история произошла с этой малюткой. Самая спорная сторона этого вопроса заключается в том, а насколько она сейчас актуальна и стоит ли ее брать в 2024 году? Это один из самых популярных вопросов на моем канале в последнее время, я не могу не сделать такой видос, потому что меня постоянно об этом спрашивают. И прежде чем я начну вам рассказывать о самой консоли и об отношении к ней, хочу, чтобы вы запомнили раз и навсегда, что такое актуальность той или иной игровой платформы. Та самая актуальность вычисляется при помощи поддержки той или иной консоли, а именно выпуска новых игр. Если вдруг на ту консоль, на которую у вас упал взгляд, не выходят новые игры, значит она не актуальна. Сейчас это такие консоли, как Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, S, X-версия, также PlayStation 4, Slim и Pro. Как бы вы не находили в них потребность, как бы они вам нравились, не нравились, на них уже новые игры иногда не выходят, и их актуальность уже прошла. Сейчас уже как три года идет новое поколение, то есть девятое, и Series S все так же актуально, как и PlayStation 5, Xbox Series X, поскольку на них выходят абсолютно все новые игры. Кстати, приобрести все эти консоли вы можете у ребят из Technodeus, это давно всем известные ребята, которые продают консоли, ноутбуки, портативные устройства, смартфоны, айфоны и прочие гаджеты. Приятные цены, большой выбор, поэтому к новому году можно взять что-то себе и родным. Помимо всего, у них есть доставка по всей России, шуру в Москве, ну а также на все девайсы предоставляет гарантию на целый год. К тому же, что касаемо Xbox, если вы приобретаете их в Technodeus, то они без проблем смогут вам помочь с устранением региональной ошибки. А еще, к тому же, первому, кто при покупке введет промокод JumboMaxBox, тот получит скидку в 5000 рублей на X и S версию. Ну а для всех остальных, промокод JumboMax, который не единоразовый, даст вам скидку в 1000 рублей на такие устройства, как Steam Deck, Rock Eli, Lenovo Go, PlayStation 5, PlayStation 5 Slim и, конечно же, на Xbox. Поэтому, если тебе хотелось что-то приобрести, то переходи по ссылке в описании и покупай то, что тебе приглянулось. Ну а теперь, что касаемо актуальности. Я думаю, вы поняли и больше не будете теряться в этом вопросе, и поэтому давайте поговорим о серии СС. Я считаю, что несмотря на все эти споры, мнения, сравнения, подсчитывания террафлопсов, эта консоль – самый лучший вход в мир видеоигр на данный момент. Да, консоль обладает не лучшими техническими характеристиками, поэтому не стоит от нее ждать 4К разрешения, для которых она вообще не предназначалась. В некоторых случаях, увы, даже 60 FPS не будет, но многие почему-то не понимают от того, что эта консоль стоит дешевле, и, соответственно, такое иногда бывает. И дешевле не на 5000 рублей, а на целых 15, а то и 20 тысяч. За эту разницу вы можете себе купить и игры, и подписки. Кстати, если вдруг вам они нужны, можете обращаться к неоднократно проверенным ребятам из X-Game, ссылка будет в комментариях. Лично я у них сам беру. Ну, а также на разницу в стоимости можно даже второй геймпад в случае необходимости купить. Для тех, кто шарит за графон, за технологии и любитель взглянуть внутрь коробки, которая нужна для игр, конечно же, серия СС будет урезанным вариантом, поэтому в целом не удивляйтесь, если вы до сих пор видите негативные комментарии насчет того, что эта консоль якобы говно. Потому что она по факту слабее, чем X-версии и PS5, но прикол серии СС, который почему-то мало кто понимает, это то, что за небольшую плату вы себе позволяете играть абсолютно во все, что играют и люди на более дорогих мощных консолях и на том же ПК. Просто недаром на самом деле видео называется «Лучший выбор для новичка», поскольку новичок это игрок, который ничего не видел, ничего не знает и, соответственно, просто не было в этом опыта и ему не с чем сравнивать. Если же в этом вопросе поднять самую главную родовую потребность в игровой консоли, это игры. И с этим младшая консоль справляется просто на ура. Чтобы вы понимали всю разницу отличий в играх между более мощными консолями, это разрешение, дальность прорисовки и иногда количество кадров. На самом деле, чтобы увидеть разницу, можете включить там любое сравнение интересующего вам игры и понять, про что я говорю. Но мой вам свет, если вы решили купить Xbox Series S, то установите ее в комнату, где у вас небольшой телек. Это позволит вам видеть более четкое изображение, поскольку консоль ориентирована на Full HD. И, соответственно, вероятнее всего, если у вас большой телек, там разрешение 4К. И изображение будет у вас на таком аппарате мыльнее, нежели на мониторе или телеке поменьше. Поэтому, чтобы не ловить то самое мыло, о котором все говорят, лучше сделайте так, как я вам посоветовал. Либо просто сядьте телек подальше, если он у вас большой. Функционал у консоли абсолютно такой же, как у X-версии. Все контроллеры, игры, приложения, подписки, все там одинаковое. И поэтому, если вы не гонитесь за каким-то качеством, а именно за разрешением, четкостью картинки, хотели бы просто понять, какого это иметь консоли и играть лежа на диване, без всяких ошибок и замрочек, Series S это один из лучших вариантов это сделать дешево. Просто, знаете, вопрос в деньгах, на самом деле, один из важных факторов. И когда для новичка игровая индустрия не особо значима, не обязательно вначале покупать что-то нереально дорогое. Это, знаете, то же самое, как в случае, если вы решили побегать, вам, ну, не обязательно брать самые дорогие кроссовки. Да, конечно, они бесспорно будут лучше, чем самые дешевые, да, но в них для вас нет смысла, ибо вы просто хотели побегать. И в этом случае можно бегать в более простых кроссовках и не тратить большую сумму денег. Так вот, Series S это прекрасный недорогой способ играть и понять, нравится вам это или нет. К тому же, надо быть более честным, хотя бы по отношению к себе. Если бы у вас было достаточно денег, там, на X-версию, вы бы вообще не спрашивали, а стоит ли что-то там купить. Вы просто бы брали и покупали бы себе самое укомплектованное. Но если вы студент, школьник, или у вас просто нету свободных денег на игры, и вы понимаете, что вам не хватает денег до X-версии, что вы думаете вообще? Просто вперед за Series S. Я, например, игрок без каких-то, там, знаете, графических потребностей, если бы я не занимался блогингом, и если бы я хотел себе Xbox, вероятнее всего, я просто купил бы Series S и не парился бы. Поскольку я бы смог на ней поиграть как и в новые, так и в старые игры, потому что много кто забывает, но у нее есть еще и обратно совместимые с H6-го поколения консолей. Чтобы вы понимали, Series S, которая у вас на экране, это вообще консоль моего брата. И на ней еще играет мой батя, которому до мощности или до каких-то там пикселей вообще нету дела. Если вы один из таких, то Series S это точно ваш выбор. Единственный нюанс, который будет колебать обладателей Series S, это память. Если вы берете белую версию, там свободно вместо лишь, по-моему, 360 с чем-то гигабайт, то в целом очень маловато для нынешних игр, но тут либо брать черную версию, которая 1 терабайт памяти на борту, либо же покупать в белой версии себе расширение памяти. Это стало, кстати, реальным вопросом, поскольку в последнее время игры стали весить капец как много, и блин, о чем речь, если та же колда весит около 300 гигабайт. Ну а еще стоит учесть, что та самая оригинальная проблема, которая, кстати, никуда вообще не ушла, у вас она будет 99,9%. Но тут вам просто советую поменять DNS, и если вдруг, опять же, у вас что-то там не выходит настроить это, то обращайтесь в магазин, в котором покупали, и, думаю, вам решат проблему. Ну или просто, опять же, посмотрите мои видосики на эту тему и, опять же, просто решить проблему. Что касаемо той самой актуальности дальше. В плане, не умрет ли консоль в будущем, по идее, так не должно быть, потому что Series S это самая популярная версия Xbox в девятом поколении, и ее процентное соотношение составляет 75%. Поэтому майки вряд ли будут кидать такое количество пользователей за борт. Конечно, майки в теории все равно могут это сделать, но тогда, думаю, под нож попадет и X-версия, поскольку это все-таки одно поколение консолей. Но очень надеюсь, что такого не будет, и, по идее, она должна дожить до конца этого поколения. Конечно, чем дальше у нас идет время, тем больше у нас всяких там странных моментов с оптимизацией, и уже сейчас стоит вопрос, а как же будет идти та самая GTA 6. Меня, на самом деле, тоже интересует этот вопрос, но тут, как бы по-старперски это не звучало, нужно еще до этого дожить. Не, ну а что, реально, на 2024 год, в целом, консоль, я думаю, с ним справится более чем хорошо для своей цены, а вот в 2025 уже посмотрим. Потому что, знаете, несмотря на то, как иногда прикапываются к Xbox Series S, забывают, как дела идут на более мощной консоли. И там далеко не всегда все супер-мега-гладко, супер-мега-классно оптимизация, и те самые настоящие 4К, которых нам обещали. Поэтому, я не знаю, как для вас, но я все еще продолжаю верить и толдочить, что людям безопыт, новичкам, и тем, кто только-только входит в мир в виде игр, лучше остановить свой выбор на Xbox Series S. Ибо дешево, и в то же время аппарат запускает как и старые, так и новые игры, как и более мощные консоли. Что в целом-то от нее и требуется. Конечно, обязательно пишите свое мнение на этот счет, может быть, кто-то думает иначе. Ну а если видос вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok